Анастасия Матросова Александр Киров. Александр Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия. Про конкурс немножечко попозже. Давайте начнем с вас. На Чукотке вы впервые. Поделитесь своими впечатлениями о нашем северном крае и расскажите о себе. Ну, что касается себя. Я приехал из небольшого городка, который называется Каргополь. Это тоже север, но север, который находится в Архангельской области. Город мой очень древний. Он основан в 1146 году. Ну, название его переводится на русский язык, ну, по-разному. Например, Каргун-Пуали, свинского языка, Медвежий угол или Медвежья сторона, Каргополис, пристань. Каргополь славится своей храмовой архитектурой. В нем 9 каменных церквей, самая древняя, из которых датируется еще эпохой Возрождения, 16 веком. Глиняной игрушкой, народными ремеслами. В Каргополе живет довольно много известных людей, художников, скульпторов, музыкантов, писателей. И один из них я. И я приехал к вам. Ну, чем писатель может быть интересен для читателя? Своими произведениями. Поэтому я бы хотел коротко сказать, что я родился и живу в городе Каргополь всю свою жизнь. Работаю я преподавателем в Каргопольском педколледже. Преподаю русский язык и литературу. И являюсь автором нескольких книг-прозы. Первая моя книга называлась «Митина ноша». Другие последние из «Мини-зингеров», «Пустошь», «Полночь во льдах», «Витька выбирает родину», «Другие лошади». А также я автор книги соистической, где я выступаю уже как исследователь литературы. Книга называется «Русские каприччо» Бориса Евсеева. Борис Тимофеевич Евсеев, человек, я думаю, что известный Анадырю, известный Чукотке, потому что несколько раз он был председателем жюри премии Редхеу. Именно Борис Тимофеевич, замечательный прозаик, замечательный писатель, рассказал мне об этой премии. И во многом благодаря Борису Тимофеевичу я оказался здесь. И хочу добавить, что Борис Тимофеевич является автором повести «Чукотан», которая также представлена на конкурсе Редхеу в этом году в номинации «Проза». Насколько мне известно, вы все-таки начинали как поэт, вы писали стихи, а потом начали писать произведения в прозе. Вы как-то разделяете эти два направления или они оба вам близки? Вы знаете, я их не то что не разделяю, они иногда у меня соединяются в единое целое. То есть стихи очень хорошо и в очень большом количестве писались, когда я был юный совсем. Теперь они пишутся не так часто, но я их публикую все время, потому что я их дарю своим персонажам. В моих произведениях все время есть какие-то чудаки, учителя литературы, поэты, просто люди, которые поэзией увлечены, и они читают стихи. Прямо в повестях и в рассказах. Какие-то иногда фрагменты, четверостиши, это стихи мои. А вот эта вот любовь к литературе, она с детства? Ну да, конечно. У меня была хорошая читающая семья. Вот были любимые авторы, которые вот именно в семье культивировались. Да, может быть, вы расскажите, кто был ваш кумир в литературе? Конечно, конечно. Если брать детскую литературу, то безусловно Астрид Лингрен с ее повестями, тремя повестями о малышее Карсене, который живет на крыше. Если брать... Ну и из русских писателей, конечно, Гайдар. То есть Гайдар для меня особенный человек, особенный писатель. Тимур и его команда – первое произведение, которое я прочел сам, когда мне было 6 лет. Произведение, по которому я учился читать. Другое дело, что любимым героем у меня там был не Тимур, а Мишка Хвакин. А что касается писателей, которые уже взрослые, это можно прям круг очертить. Это Пушкин. Причем у Пушкина мы читали, семья наша читала «Капитанскую дочку». Вот это было наше любимое произведение Александра Сергеевича. Это Зощенко с его юмористическими рассказами. Это Шолохов. Причем, опять же, в круг нашего семейного чтения входила скорее все-таки поднятая целина. С ее не идеологическими отрывками, а теми, которые про деда Щукаря. Которые вот смешные, да? Ведь именно Щукарю памятник поставлен в Ростове-на-Дону, я был у этого памятника. Ну и если брать авторов зарубежных, то это О. Генри с его вождем краснокожих, с его другими блестящими, блистательными рассказами. Ну а потом уже я взрослел, рос, и другие авторы появлялись. Ну и может быть немножечко про свои произведения. О чем они? О чем вы в основном пишете, рассказываете читателю? Я лично сам свою прозу, потому что стихи все-таки это особая, да, особая песня. Свою прозу я бы разделил на два направления. Это такое направление традиционное северное, реалистическое направление. И это направление, которое, ну, ближе все-таки к постмодерну. Как они сочетаются? То есть, с одной стороны, есть серьезные вещи, о которых, как мне кажется, надо писать серьезно. И больше о них писать никак нельзя, невозможно. Вместе с тем, все время быть таким нескучно. Мне нужна игра, мне нужен поиск творческий. И в этом ключе уже постмодернистические эксперименты тоже бывают. То есть, допустим, если брать мои публикации, да, вот журнал «Октябрь» в большей степени заинтересовался северным направлением моим, а журнал «Знамя» как раз-таки в большей степени постмодерном. То есть, вот если «Октябрь» публикует, например, рассказы «Селища», «Ушаны», то есть рассказы такие традиционно северные, то «Знамя» берет, например, «Внуки Малевича». То есть, это вот по названию уже можно судить, что какие-то модернистические вещи там будут, если это «Внуки Малевича». Вот, так бы я ответил на ваш вопрос. Хотелось бы остановиться на книге, которая называется «Последний из мини-зингеров». Вчера изучала вашу такую биографию, и везде мне вылетала ссылка на эту книгу, какие-то статьи, какие-то комментарии от ваших коллег, от критиков. У всех вызывает восхищение эта книга. Вы пишете там про серьезные вещи, то есть, вы показываете реальную жизнь провинциального... Про страшные вещи иногда. Про страшные вещи провинциального города, но при этом вы используете юмор, и как-то это все очень аккуратно, интеллигентно и очень вкусно преподаете. Как у вас это получается? Такие темы, все-таки вот так вот подавать читателю? Ну, знаете, тут, в общем-то, секрет опять же в семье. Да, потому что каким образом появился «Последний из мини-зингеров»? Меня ведь до моих 30 с лишним лет никто знать не знал. У меня была издана первая небольшая книга, которая называлась «Митина ноша», которую я издавал за свой счет. И в 2010 году, ровно 10 лет назад, практически в мае 2010 года, я получил Чеховскую премию в номинации «Необыкновенный рассказчик». Ну вот, судьба, мне повезло, да, как известному персонажу мне выпал счастливый билет. И эта книга, «Последний из мини-зингеров», так называется, один из рассказов, который и в «Митиной ноше» есть, и в этой книге дали название второй. Вот, эта книга появилась во многом благодаря премии «Чеховский дар». Вот, «Чеховский дар», да? А Чехов был кто? А Чехов был тем же, кем были мои родители, Чехов был врачом. И Чехов ведь в большей степени не сатирик, да? Чехов в большей степени юморист. Ведь Чехов своим юмором, да, его юмор – это анестезия. И его юмор – это лекарство, он лечит своей прозой, понимаете? Вот, а врач иногда должен делать пациенту больно, но не надо этим увлекаться только. Маленькими дозами. Да, 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 да. То есть, это не самоцель. Ну вот. Вот отсюда, может быть, то, о чем вы говорите. То есть, я пишу о том, что есть, о том, что есть на самом деле, но стараюсь, рассказывая правду об этих явлениях, все-таки не ставить вот свинцовые мерзости русской жизни самоцелью в описание, а стараться в своих персонажах отыскать что-то наоборот хорошее, доброе, чистое, светлое. Тем интереснее это находить в людях, на которых, казалось бы, заранее поставлен крест изначально. И может быть, что-нибудь из последнего, что сейчас у вас в планах? Я о планах лучше рассказывать не буду, я скажу о последнем опубликованном, если позволите. Последнее из тех произведений, которое было опубликовано, это моя повесть «Почта духов», которую я рекомендую всем к прочтению. Ее можно найти в журнальном зале. Журнальный зал – это сайт, на котором, насколько я помню, до последнего времени в абсолютно бесплатном доступе были выложены все толстые литературные журналы. «Почта духов» была опубликована в журнале «Знамя». Вот. Это из последних творческих новостей. Продолжаю работать, продолжаю писать. Последний рассказ, который я написал, называется «Кандидатская диссертация». Если вы когда-нибудь его встретите, не пугайтесь. То есть это не кандидатская диссертация, а это маленький рассказ, который так называется. И который я вам советую прочитать. Спасибо большое, что рассказали про себя. Переходим теперь к конкурсу, который проходит у нас сейчас на Чукотке. Конкурс литераторов на соискание премии имени Юрия Редхео. Вы ознакомились с произведением, которые были поданы на конкурс. Поделитесь впечатлениями, оцените их. Может быть, какого-то автора вы бы отметили. Ну, вы знаете, вот этот конкурс идет, продолжает идти в трех номинациях. Это проза, это поэзия и это публицистика. Из трех названных номинаций наиболее, как мне кажется, сильные авторы есть везде. То есть везде есть сильные авторы, везде есть, ну скажем так, эксперименты, которые можно назвать удачными, но которые требуют доработки. Из трех названных номинаций сильнее всего удалась, получилась проза. Которая вам и близка. Да, мне вообще, видите ли, я кандидатскую диссертацию защищал по лирике. То есть как критик, как читатель, я, может быть, даже тяготею скорее к лирике. Но опрозу я понимаю, поскольку сам сейчас в этом ключе, в этом роде литературном работаю и этим языком пишу. А может быть, какое-нибудь произведение на вас произвело впечатление из тех, которые были на конкурсе? Да, вот я, пожив здесь уже несколько дней, задумался над вопросом, который мне уже задавали не единожды. А что для тебя север? А вот как тебе анадырь? А как тебе крайний север, на котором ты никогда не был? Я, безусловно, я близко даже никогда не подъезжал, не подлетал сюда. То есть я здесь действительно первый раз. Естественно, что я еще, когда на подлете сюда с самолета, я был поражен вот этими широтами, этими снежными сопками, снежными горами. Когда я прилетел сюда, я был восхищен, поражен широтой местных людей, тем гостеприимством, которое мне оказали Ольга Борисовна Расторгуева, все сотрудники музея. Я здесь чувствую себя просто как дома. Идеальные условия для работы мне были созданы. Но все-таки, объективно говоря, за несколько дней трудно сформировать такое впечатление о севере. Поэтому для меня, возвращаясь к вашему вопросу, «Анадырь» и «Север» – это в первую очередь конкурс «Рэдхэу» и те работы, которые на нем представлены. Потому что все эти работы в основном о севере, в том или ином ключе. И для меня «Север» – это стихи Натальи Атамановой. Для меня «Север» – это песни Натальи Ганиевой. Это публицистика Анатолия Стажарова. Ну и это проза. Это проза Степана Сивцева, Константина Уяганского. А также произведения всех других участников этого конкурса. Обращаю внимание, что сейчас я называю имена тех, кто в полной мере «Север» – «Анадырь» для меня проиллюстрировал в произведениях. А не подвожу никаких итогов. Итоги конкурса пусть останутся в секрете. В секрете, да. Итоги конкурса подведены, но до 8 марта мы не можем их разогласить. Официально на сегодняшний день работа жюри еще продолжается. Поэтому рано, наверное, говорить. Давайте дождемся, чтобы интрига была, тем радостнее будет победителям услышать свои имена. Буквально через несколько дней. И даже меньше. Александр Юрьевич, вы также проводили встречи с читателями, насколько известно, в образовательном учреждении. Да, в школе. Да, в школе. О чем разговаривали с школьниками? Что, может быть, школьники у вас спрашивали? Ну, видите ли, я не буду говорить, что, мол, я знаю молодежь, я знаю, что молодежи интересны. Но все-таки я работаю учителем. Я был в 11 классе, в классе гуманитарном. А преподаю я в ПИД-колледже. И там, в том числе, есть группы, которые являются эквивалентом 10-11 класса. То есть, возрастная категория, с которой я работаю. Я примерно могу представить и спрогнозировать, что будет ребятам интересно. Я сразу решил, что я буду читать стихи и рассказывать о себе, как о поэте. А прозы будет чуть-чуть и в конце. Ну, вот, собственно говоря, и что я и сделал. Насколько встречи удалось судить, не мне. Потому что впечатление может быть обманчиво. Но я скажу так. После того, как я закончил читать рассказ «Девочка», потому что я о прозе тоже чуть-чуть рассказал о своей, были вопросы. Вопросов было много. И обсуждение этих вопросов вышло за пределы урока. То есть, мы заканчивали уже на перемене. Александр Юрьевич, спасибо большое, что к нам пришли сегодня в студию. Ответили на наши вопросы. Наш эфир подходит к концу. Но есть буквально пару секунд. И можете в преддверии Международного женского дня от себя лично поздравить всех наших прекрасных зрительниц с наступающим праздником. Дорогая Анастасия, дорогие девушки, женщины, я поздравляю вас с наступающим праздником. То, что мы делаем, то, что мы пишем, на самом деле мы пишем для вас. И только для вас. Писатели-мужчины, спасибо вам большое. Спасибо вам большое. На этом наш эфир завершен. Всего вам доброго и хороших выходных. Спасибо вам. Будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры Алексею Дубровскому Спасибо вам большое.